Доброго здоровья! С вами Нелнара и Лайне. И сегодня я вам зачитаю такую статью, она называется «Влияние медитации на ДНК». Растёт число доказательств того, что медитация оказывает благотворное влияние на организм. Новые исследования, проведённые в Висконсине, США, а также в Испании и Франции, приводят первые документальные доказательства конкретных молекулярных изменений в организме после периода сосредоточения и медитации. Изучались эффекты от одного дня интенсивной практики медитации, внимательности в группе опытных медитирующих и сравнивались с контрольной группой необученных людей, которые не практиковали. После восьми часов практики внимательности медитаторы показали ряд генетических и молекулярных различий, в том числе изменение уровней регулирующих генов и снижение уровня провоспалительных генов, что в свою очередь коллинирует с быстрым физическим восстановлением после стрессовой ситуации. Насколько нам известно, что первый документ, который показывает быстрые изменения в экспрессии генов в пределах субъектов, связанных с медитативной практикой внимательности, говорит Ричард Дэвидсон, основатель Центра по изучению здоровья ума, и Уильям Джеймс и Виллас, профессор психологии и психиатрии в университете Висконсин Мэдисон. Самое интересное, что изменения наблюдались в генах, которые в настоящее время являются объектами противовоспалительных и обезболивающих препаратов, говорит Перла Каллиман, первый автор статьи и научный сотрудник в Институте медико-биологических исследований в Барселоне, Испании, где были проведены молекулярные анализы. Исследование было опубликовано в журнале «Психонейроэндокринология». Медитативные тренинги, практики внимательности показали благотворное влияние на воспалительные заболевания в предыдущих клинических исследованиях и были одобрены в Американской ассоциации сердца в качестве превентивной профилактической меры. Новые полученные данные обеспечивают возможность найти биологические механизмы для терапевтического применения. Среды показывают понижающую регуляцию генов, которые были вовлечены в воспаление. Более того, некоторые из этих генов были связаны с более быстрым восстановлением кортизола в тесте социального стресса, проводимого среди участников, включающим импровизированную речь и решение задач, требующих умственных расчетов, проведенных перед аудиторией и видеокамерой. Насколько нам известно, это первый документ, который показывает быстрые изменения в экспрессе генов в пределах субъектов, связанных с медитативной практикой внимательности медитации. Как говорят ученые, не было никакого различия в исследуемых генах между двумя группами людей в начале исследования. Наблюдаемые эффекты были замечены только после медитации и практики внимательности. Кроме того, несколько других генов ДНК-модификаций не показали различий между группами, предполагая, что практика внимательности социально затрагивает определенные регулирующие способы. Основным результатом является то, что медитирующие испытывали генетические изменения после практики внимательности, что не было замечено в контрольной группе после других видов тихой деятельности. Это подтверждает результат, что медитативная практика внимательности может привести к эпигенным изменениям геному. Предыдущие исследования на грызунах и людях показали, что существует динамическое эпигенетическое реагирование на физические раздражители, такие как стресс, диета или упражнения в течение нескольких часов. Наши результаты заложили основу для будущих исследований и дальнейшей оценки стратегии медитации для лечения хронических воспалительных состояний. Да, медитация — это будущее. И мне очень приятно осознавать, что наука сегодняшняя подбирается к пользе медитаций, выявляет конкретные генетические изменения людей, медитирующих по сравнению с другой группой, которая не медитировала. Именно за продвижениями в более глубоких, долгоиграющих медитациях лежит секрет оздоровления и развития человечества и в интеллектуальную сферу тоже. Медитация — это бездна, бездна развития и совершенствования. Через медитацию человечество будет, сможет, и некоторые уже развивают себя в сторону человека разумного, а потом и человека многомерного. Но для начала хотя бы каждому из вас, чтобы продвигаться в этом направлении, стоит и можно развивать всё более длительную медитацию. При этом совмещаю это с эскетическими духовными практиками. И тогда вы сами будете учиться познавать себя, свои глубины, причину того, что у вас, почему вы такой и что можно делать дальше, чтобы менять себя в здоровую сторону и достигать того, о чём вы давно мечтали или к чему стремитесь сейчас. И, наверное, всем известно, что причина многих заболеваний — это повышенный уровень тревожности и стресса. И один из плюсов медитации состоит в том, что через эту практику вы можете снизить уровень гормонов стресса в организме и тем самым оздоровить свой организм, потому что гормоны стресса пагубно воздействуют на организм, разрушая его. Также при наличии стрессового состояния будет крайне сложно вылечиться уже от тех заболеваний, которые у вас имеются сейчас. Как сказано было в статье, медитация помогает излечить воспалительные заболевания. Медитация, длящаяся минутой, может успокоить вашу психику, нормализовать ваши эмоции. Медитация, длящаяся часами, может проникать глубже и оздоравливать в вашу психосоматическую сферу. Также медитации продолжительностью в часы могут погружать вас в причины того или иного события, болезни, проблемы. Вы можете искать и находить в итоге основные мотивирующие побуждения, почему вы сделали так, почему с вами произошло так или этак, а также нащупывать причины почти всего, что происходит в вашей жизни. Медитации, длящиеся десятки часов, а ещё лучше, днями, приводят к полному оздоровлению. Хотя и постепенно, а затем и вырабатыванию сверхчувствительных способностей, с помощью которых вы начинаете управлять и владеть собой, а потом и окружающей средой. И эти медитации вырабатывают у вас сверхчувствительные способности, которые выходят за грань возможностей среднего человека. Но это уже другая история, более сложная. О ней, возможно, у других видео. И да, медитация помогает расширять ваше сознание. Медитация — это, возможно, основная практика осознанности, где вы учитесь контролировать, осознавать свои мысли, чувства, причины, почему они у вас появились. И это позволяет вам в дальнейшем принимать более взвешенные решения и учиться по-другому реагировать на какие-то неблагоприятные ситуации и меньше находиться в состоянии стресса, тем самым улучшая качество своей жизни и качество своего здоровья. Итак, вы можете очень долго узнавать в теории, что такое медитация, а также наблюдать за медитацией других. Но пока вы сами не попробуете, а ещё лучше не начнёте более долгие медитации, вы будете лишь теоретически осознанны, теоретически понимающим пользу медитации. Так вот, дерзайте, пробуйте, учитесь более длительным медитациям. И тогда вы начнёте замечать, что вы действительно развиваетесь в духовную сферу, что вы действительно совершенствуете себя, что вы продвигаетесь в своих целях, намерениях, оздоровлениях, а также в своих способностях. И напишите в комментариях, практикуете ли вы медитации и как давно. И если у вас появились вопросы на данную тему, можете писать их здесь в комментариях. И, возможно, мы продолжим обсуждение этой темы в другом видео. И на этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok